добрый день вышивальный youtube меня зовут тамара и в сегодняшнем видео хочу показать вам что я вышиваю чем я занимаюсь какие работы закончила какие буду продолжить и что нового у меня намечается в вышивке надеюсь вам понравится поэтому желаю вам приятного просмотра решила сделать включение показать вам как продвигается эта работа потому что рискую уже показать вам готовую работу это у меня вот такой дим christmas traditions и да по-прежнему эта работа меня мне не дает покоя то есть я наверное буду вышивать ее до последнего чтобы успокоиться уже потому что сейчас покажу другое продвижение там почти ничего нету я ничего другого не вышиваю давненько меня такого не было но наверное пришло время и для этого кстати выживаю я на вот этом этом станке от лука с которого купила прошлом прошлое лето хорошенький мне подходит то есть такой станок единственное что как бы хорошая часть это то что здесь видите можете сделать и поуже да ну как бы это одна рама получается то есть длина я имею ввиду рамы то есть это одинаковая можно купить другой станок если хотите рамку поменьше наверное если будет возможность куплю еще один наверное подумай но этот окей то есть этот не зашел лучше чем лауре у меня есть английский лауре он меня сейчас разобран то есть я на нем вышивала шаттелейн наверное если возьму опять возьмусь опять за шаттелейн сан суси опять буду вышивать на том потому что по-другому я не могу вот что у меня есть я занимаюсь уже вот этой частью этот угол уже закрыт получается домик вообще-то вышит то есть то что я вот сейчас заполняю это полукрест и это уже фон то есть поэтому я подумала что сегодня наверное я буду как бы сделать и полукрест здесь очень много полукреста есть чтобы не было так скучно я наверное буду делать немножко полукреста потом начну бэкать дом потому что здесь очень много бэка и вот елочку покажу опять вот эту елочку вот она елочку я еще не начала получается здесь здесь не все вот в этом уголке не все вышито то есть есть этот форма не все по саги у меня 81 или 82 то есть по саги очень много еще осталось но я предполагаю что этот очень много уйдет очень быстро с бэком когда я начну от бэкать он очень быстро уйдет обычно я знаю что так если сагадает много процентов то ей там если там есть black много процентов уйдет с бэком но я на проценты не обращаю внимания. Вот знаете, мне сага нужна для того, чтобы быстро и организованно вышивать. То есть я с процентами ну да, я смотрю вот 50%, ну значит более или менее половина работы сделана. А так, чтобы, знаете, каждый день ставить себе норму, вот столько процентов, столько крестиков, нет, нет у меня такого. Вот именно на цифры я не обращаю внимания. Мне нравится вышивать по саге, потому что я быстрее как бы значки вижу. Я быстрее вышиваю по саге, вот как-то так. Так что вот, что у меня получилось. Кстати, есть у меня здесь такое, пришло мне в голову. Вот видите, здесь получается это дождик, типа вот здесь, вот еще вот здесь, вот это дождик, да, и он вышивается здесь двумя цветами желтого. Что я тут решила? Я решила добавить вот этот крейник, это тот, который обычно используется в Dimensions, когда есть золотой, золотая нитка Dimensions, это 002J, это крейник Japan номер один. Вот. То есть я использовала две нитки, как по ключу было сказано, крестик, но добавила одну нитку вот такого золотого. Он заметен, он не очень заметен, потому что была у меня мысль использовать крейник, но крейник был бы одного цвета. А здесь я хотела, чтобы цвет, которого они хотели передавать, чтобы он не исчез, а чтобы был маленький такой, знаете, блеск. Я довольна тем, что получилось. И тут пошло-поехало, как говорится. Я тут подумала, потому что здесь, видите, вот эти красные, они не от бэкона, и они выглядят странненько, но это бантики. Вот здесь тоже бантик. И мне пришло в голову, почему в бантиках тоже не добавить как бы крейника. И я нашла у себя вот такой это Blending Filament. Это 003. Не знаю, почему он у меня есть, не знаю откуда, но он у меня был. Он красный. Я тоже вот в этих бантиках тоже два цвета красного использовались, и в обеих я использовала. Попробовала сначала один, но он тонюсенький. Вот красный и тоньше, чем вот этот золотой. И я взяла два. И вы знаете, тоже вот в красного виден вот этот как бы блеск. Я думаю, что это круто. Мне нравится, по крайней мере, то, что не пришло в голову. Посмотрим дальше. У меня уже есть мысли вот на этом. Потому что в окнах цвет желтый, я там не добавила ничего. Это как бы нормальный желтый, тот, который должен быть. А вот здесь на елочке, здесь тоже есть многого чего. И я уже, знаете, есть у меня мысли, как говорится, делать интересненькое. Так что я продолжу шпарить эту работу, как говорится, потому что, ну, до последнего, да. Здесь на елочке, кстати, бека не будет уже, получается. Осталось мне креста не так много. Вот полукреста и бека я большинство. И да, и фрузики, потому что все должно заполнить фрузиками уже. Кстати, у меня нет боковой натяжки. Вот видите. Димовская комба, она такая, знаете, дубовая, поэтому я не чувствую, что мне нужна натяжка, если бы это было как бы шире, да. Она у меня сейчас узкая. Если это было бы шире, наверное, нужна была бы натяжка. Так что, наверное, следующее включение, или в следующий раз, когда вы увидите эту работу, она будет уже готовая работа. Ну, по-другому никак, потому что она мне покоя не дает. И чуть не забыла показать вам другой мой прогресс, да. Это гусыня от Nori Corbett, Six Gees Allaying. Вот какой прогресс, собственно. Да, сделала я, типа, эту рамку в клеточку. И вот здесь внизу начала уже как бы, то есть, вышивать все, что есть внизу, чтобы двигаться вверх. То есть, обычно такие дизайны я вышиваю, крестики сначала, потом бэкстич, а потом добавляю бисер и шармики. Да, я обычно так вышиваю, не знаю почему, но у меня так. Кстати, вот я уже организовывала на вот этом, как его, Волшебная страна, классный. То есть, нравится там есть и новые, которые я купила для бисера. Там и бисер есть уже, все круто. Но есть у меня мысли, что если я вот эту работу закончу, скорее всего, что я, вот этот лен, я буду на раме, потому что мне уже нравится выживать на раме. То есть, я не была рамочной вышивальщицей, но вот становлюсь я ее. Так что, как-то так. И да, извиняюсь за включение. Не всегда. Я решила, что не всегда будет это все вылизано, знаете, на столе с разными прибамбасами. Пусть все будет, как в жизни бывает, знаете, вот как-то так. И еще вспомнила. Давайте покажу несколько вещиц, которых я купила. Они не вышивальные, или как сказать, они не строго предназначены для вышивки, или совсем не для вышивки, но я их устрою с вышивкой. Окей, первое, что у меня есть, это вот такой, как это будет, баскет, корзинка, да, корзина. Очень давно я ищу корзину, чтобы я поставила себе там вот это, это мое богатство. Сейчас он у меня в подносе, и мне не нравится, как в этом подносе. То есть, я поставила и в подносе, и в чем-то другом, но я не знала, то есть, я не знала, что купить. Хотела что-то стеклянное, хрустальное, знаете, но громоздкое и тяжелое. Из того, что было, мне ничего не нравилось. Пока, что я не нашла в Тики Максе, в разделе для кухни, кстати. И это, ну, для фруктов, я думаю. То, что мне понравилось, его светлый цвет, он кремовый, и вот здесь, видите, это нитка. Вот, эта нитка. И мне это очень понравилось, то есть, мне понравилось, понравился он, что он большой, и его, как бы, из чего он сделан. Так что, я сейчас постараюсь здесь ставить немножко своего богатства. То есть, для чего я хочу его, не для того, чтобы это было на видном месте, это будет в моем шкафу, просто так, чтобы все это вместе было, и когда я буду ставить где-то на полочке, там у меня, это будет разобрано, но так, чтобы все вместе выглядело тоже красиво. Что-то в этом роде. Вот, что-то вроде этого, видите, как все это выглядит. Круто. Мне нравится. И все вот, потому что из вот этого подноса всегда вываливалось, и вываливалось, и знаете, здесь круто. Да, знаю, что большинство вот такое сине-розовое, но это у меня весенне-летние, как это будет, серия, да, коллекции. Следующая, это вот такая коробка. Я думаю, что все знают этот тип коробок, да, они открываются как-то вот так, и это уже передвигается, вот так. Нашла опять коробку в Тики Макси, она типа для рукоделия, то есть, да, это коробка для рукоделия. Почему я ее купила? Да, она хороша, чтобы внутри ставить маленькие вещички, но, но я обратила внимание на то, что здесь можно что-то вышивать и что-то оформлять. Да, круто. Я уже пыталась вот этот кончик, мне кажется, или этот отсюда оторвать, и да, можно, можно как бы здесь есть углубление, и можно как бы вышивать и оформить свое. Что оформить свое? Как я видела эту коробку, я сразу вспомнила, что у меня есть вышитые две совушки от РТО. Вышивала я их, сейчас вам скажу, я помню точно. Были они у меня вышиты в 2017 году, когда я гуляла с ребенком в парке, это было уже мае, мае июнь, как бы, когда уже пришла жара, мы в парк не так много гуляли, но вот на лавочке ребенок спал в коляске, я это вышивала, я это точно, точно помню. С тех пор они вышиты на конве, тогда я не вышивала, мне кажется, еще на лине, они мне нравятся до сих пор, вот это с шоколадкой и вот это с капкейком, они до сих пор мне нравятся, и я их оформлю, я их точно оформлю, не знаю еще как, но я их оформлю. Но дело в том, что они для вот этого, вот этих, для этого размера они слишком большие. И тут я вспомнила, что опять 5 или 6 лет назад я купила еще других двух этих совушек, и они у меня есть в наборах еще вот с тех пор. Это вот такие две совушки от Neocraft, то есть если девочка с леденцом и вот мальчик с мороженым. Круто! Я посмотрела на, как бы, насколько они большие, и они получаются, мне кажется, меньше, чем вот эти, но они все-таки больше, чем вот это. Но, дело в том, что вот ведь здесь написано 8 на 15, а здесь 10 на 15, то есть мальчик так шире, чем девочка. То есть высота это 15 сантиметров. Я не помню, сколько у меня здесь есть, но это тоже слишком много. Но зато я заметила, что здесь равномерка это 28 каунт, то есть если брать 32 каунт, это получится поменьше. Я должна посчитать. То есть пока что я вот хочу посчитать с этими совушками, если получится. И здесь, здесь смотрите, вот видите, здесь эта тканюшка, она в клеточке. У Твайгард есть же равномерка в клеточке. И у меня есть такой кусочек 50 на 70. Куплен еще в кассе чинина, не знаю, наверное, тоже 5 лет назад. Ну, потому что купила, что было, не для какого-то проекта. И я решила посчитать на 32 каунте именно на той клеточке, если это получится, и они там будут вместиться, то есть это будет круто. Даже я готова вот здесь, знаете, несколько рядочков вот этого, вот этот как бы фон, где их ноги можно даже не вышивать. То есть за этот счет тоже можно несколько рядочков выиграть. То есть посмотрим, посмотрим. Пока что они остаются кандидатами. Есть у меня же времена, года от от Джеснан, но они слишком маленькие. Их 4, знаете, да, можно по 2, но ни туда, ни сюда, как говорится. Так что посмотрим, если получится вот с этими советами. Еще, вы заметили, наверное, еще одну коробку, она тоже из-таки Макси, она, наверное, для косметики, я не знаю. Она была в том разделе, где можно купить дела для организации. Здесь маленькая тумбочка, да. Что я решила? Я решила, что я куплю ее для своих этих ниточек шелковых. Я это просто ставила здесь не по теме. Вот здесь у меня Глориана, это то, что я использовала. Это не то, что у меня есть в Сан-Суси, то, что есть в Сан-Суси, та куча уже там, как говорится, вот эта Глориана. Потом у меня есть здесь эти Silken Colors, как это будет, Фред Геврер, да. Потом у меня есть сборная солянка, то есть есть керны, у меня не так много кернов, кстати, это то, что было от осенней коробочки, это то, что было от куколки, вот эти единственные кубочки, от кого они, вот, как-то так есть еще немножко вот этого тоже от Шепардсбуш зеленый это Вера Суар, да, здесь у меня есть немножко ленточек и немножко этого Ромис Креэйшнс для будущих куколок, потому что есть у меня две или три куколки, для которых у меня есть уже Роми и остатки от Ромис, я не помню. То есть я их здесь поставила, потому что они у меня были все в одной коробке, но все-таки подумала, что наверное будет круто, если я возьму картон, возьму свой Айлин Теки Глу, тот клей, который у меня есть, и сделаю перегородки, то есть они здесь на своей родной, я так от них вышивала, но перемотать их на обычных этих бобинках и это будет как бы место будет занимать меньше, то есть здесь где-то 4 рядочка будет вмещаться, то есть у меня не так много этих шелковых ниток, но у меня их все-таки есть, и когда мне нужен один какой-то цвет, я начинаю все перемотать, и мне это не нравится, поэтому я решила, что наверное, наверное, постараюсь еще доорганизовывать, чтобы вот здесь вмещалось много, как-то так, вот, и еще еще одна коробка, я как-то сказала, что я свой крейник переоформила, знаете, перед Рождеством мы были в Икеа, там был, они продавали для, как это будет, для Рождества, то есть, я не знаю, если на постоянной основе эти коробки есть, это картоновая, но очень прочная картоновая коробка, которая стоила 2 или 3 фунта, мне показалось это очень бюджетно, я просто открыла, посмотрела внутри, и решила, что буду брать, вот внутри она, это тоже бумага, видите, вот как-то так, здесь есть перегородки, ведь их можно, вот, и здесь я поставила свой крейник, который у меня есть, как-то так, здесь это было плотно, но я взяла отсюда немножко, вот видите, ну, более-менее, можно его так плотно, здесь много обмещается, кстати, и можно видеть этот цвет, потому что опять меня раздражало, что всегда я их перетрипала, вот так они, если их плотненько, то есть можно взять цвет, который нужен, здесь у меня есть немножко этого, Этуаль, или как это называется, это был подарок в каком-то журнале, когда я купила еще несколько лет назад, когда они вышли, и вот я их не использовала, всегда говорю себе, что я буду пробовать их где-то, и здесь у меня, что у меня есть, у меня есть Виспер, у меня есть вот такие, опять Виспер, который был в Нору Корбит, в этих насекомых, это было в каком-то фазе став, боже, как это будет, в Голубинском проекте, а здесь у меня все вот эти пи-би, и это не все пи-би, потому что самая большая часть моих пи-би, это в, это то, что я уже использовала, видите, в Сан-Суси, их у меня там много, реально много, и здесь у меня есть диамант, вот, черный диамант, золотой диамант, красный и серебряный, иногда я его использую, пользуюсь им, иногда, здесь что у меня есть, а, здесь еще есть Анкор, вот такой золотой от Анкор, он мне не нравится от слова совсем, я его, как бы, для каких-то, знаете, если нужна будет выкладная нить, или шнур делать, знаете, чтобы не тратить хорошую нитку, еще это нитка, светящаяся в темноте, это Е, сколько она, я ее дважды, мне кажется, использовала, но все равно, пусть будет, это, что у меня, это тоже Э, это Дима, Дима уже, тоже золотая нитка, наверное, купила для чего-то, так как она не в процессе, не знаю, нужна она мне или нет, нет, все, вот, как-то так, пока что, недостаточно, для вот своих, этих золотых фигнюшек, но со временем, вот это тоже уйдет, и если добавится клейник, со временем, я хочу, чтобы она была для клейника, здесь очень много клейника, будет вмещаться, она такая компактная, да, знаю, что некрасивая, можно что-то оформить, как бы на ее крышке, но, знаете, коробка слишком простая, слишком дешевая, чтобы оформить что-то на ней, пока что, это хорошо, это окей, и да-да-да, почти забыла сказать, я еще нашла вот таких рамочек, в Тики Макс, забрала все, что у них там было, такой размер, в смысле, это 4х4, давно, давно я смотрю на вот этих рамочек, кстати, то есть, получается, у меня есть розовое с золотом, белое с серебром, черное с золотом, и еще вот такая беж, слоновая кость с золотом, для чего я их купила, наконец-то, потому что я знала точно, что в них вмещаются вот эти мои работы, помните, у меня есть такие от Dimensions, я все сказала, не знаю как, я хочу хоть одну попробовать, оформить в одну рамку, потому что и розовый, и слоновая кость, и белая здесь выглядит хорошо, ну и черная подошла бы, но не так, поэтому я решила, что скорее всего буду смотреть в другом магазине, потому что я во всех магазинах видела его, в том магазине, где я их купила, это были все цвета, и они просто были на маленькой там распродаже, поэтому я и решила всех их купить, скорее всего, что я посмотрю в другом магазине, может быть, и найду, найду еще один из этих цветов, если я найду один из вот этих цветов, тогда куплю еще одну, и я оформлю всех, чтобы они все были у меня в своей рамке, рамки маленькие, они компактные, и я думаю, что будет окей, попробую сначала одного, вот как они выглядят, видите, и они вот так, их нужно вот так выдвигать, короче, попробую одну оформить, посмотрю, если все это получится окей, если это будет окей, я докуплю еще одну, и они, скорее всего, будут оформлены так, так что посмотрим, если у меня получится это. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok которые были в, как вам показать поближе, которые были в ключе, но этот золотой я в одну нитку, я прошлась крестиком, кстати, я хотела полукрестом, но полукрестом мне все-таки не понравилось, крестиком я прошлась еще раз сверху, или как это будет, и красный, это вот только blending filament, только в одну нитку я прошлась, то есть и вот на этот красный, и мне кажется, что вот эти игрушки и эта гирлянда, она смотрится лучше, и вот здесь видите, этот желтый, это получается, что огонек, что-то в этом вроде бы, как это будет, звездочка, но она не в форме звездочки, здесь сверху, и еще на этой елочке были белой ниткой, и нужно было делать, как будто это блестит, сверкает, что ли, и это было и на домике, не знаю, если видно, вот здесь где-то гирлянда, вот здесь, 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 где еще, здесь, 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 то есть белой ниткой делались какие-то большие, такие крестики, знаете, и тут я решила тоже не делать белой ниткой, а как бы делать вот этот бэкстич креником, не blending filament, это, ну, четверка обычная, но 32, знаете, этот, который сверкающий, тоже красиво получилось, то есть получается, что я вот эти три металлики использовала в этой работе, чтобы придать ей блеска, что ли, праздничного блеска, и в этой елочке должны были быть желтые ниточки, эти фрузики, фрузилки, как будто это, я так думаю, что это огоньки, то есть не игрушки, а огоньки, и тут опять я подумала, почему бы не добавлять бисер, и тут пошло-поехало, потому что я подумала, а почему не добавлять бисер, и вот здесь в домике, не знаю, если вам видно, то есть по ключу это был один крестик одного такого яркого цвета, вот те цвета, конечно, которые были здесь в работе, и это некая такая гирлянда из лампочек, я так понимаю, да, так вот, что я сделала, я поискала бисер в моем бисере от Милхилл, который был похож максимально на ту нитку, которая должна была быть здесь, то есть здесь должен быть желтый, оранжевый, это золотой, только одна золотая, красный, зеленый потемнее, зеленый посветлее, вот этот зеленый посветлее, если я не ошибаюсь, и вот этот синий есть еще, то есть не помню, 7 или 8 цветов бисера нужно было, и при том, что некоторых красного нужно было по 7 бисерин, какого-то нужно поменьше, было поменьше, и я выбрала тот бисер от Милхилла, который, знаете, есть такой не матовый, есть сверкающий, глянцевый, не знаю, как это сказать, есть такой тип бисера у них, вот, а здесь только этот золотой добавила, и тоже этот, который типа сверкает, как лампочки, и мне очень понравилось, то есть то, что я добавила блеска этой работе, и, как уже сказала, эти 20%, сколько у меня было в конце, они вышивались очень быстро, потому что здесь только бэкстич на доме был тысяча с чем-то крестиков, то есть этот бэкстич вышел за несколько часов, то есть это за тот день вышло 1800 крестиков, мне кажется, сага дала, но, конечно, это не были крестики, то есть только бэк на этот дом сколько стоил, да, вот здесь этот угол, получается, что он вообще не вышивается, то есть здесь есть полукрестом деревья, и уже бэком, получается, их ветки, и всё, здесь солнце так типа светит, и да, кстати, у нас есть, у нас у меня с сыном есть история, Christmas tradition — это рождественская традиция, да, и когда вот есть такие вышивки, то есть когда были такие простые а-ля сэмплеры, ему не очень интересно, но когда вот такие мультяшные работы, ему всегда интересно смотреть, и особенно если это вот именно такой прям мультяшный сюжет, он часто смотрит, вот есть детки, есть собачка, есть этот снеговик, и как-то он меня спрашивает, а как это, потому что он знает, что есть название у вышивок, я говорю, Christmas tradition, он говорит, а какая здесь традиция, типа, да, то, что Рождество, это понятно уже, а какая, что за традиция здесь должна быть? Я говорю, ну, наверное, наверное, они живут, вот этот домик, и всё, это живут где-то в лесу, да, вот эта семья живёт в лесу, и, наверное, у семьи есть такая традиция перед Рождеством, чтобы они пошли в лес, и они как бы вырубили, да, это так правильно сказать, ёлочку, а он говорит, а ёлочки уже есть там? Я говорю, да, но она как бы снаружи, это ёлочка для лесных зверюшек, это ёлочка для снеговика, внутри дома же тоже нужна ёлочка, у нас же есть ёлочка внутри, он говорит, ну да, я говорю, ну вот, они пошли в лес, не сами, вот с собакой, с папой, и папа как бы он сделал всё дело, а мальчики вот всё, или ребята тащат эту ёлочку, а папа где-то сзади, он за ними едет, он говорит, а в доме же свет горит, я говорю, да, там мама, там она испекла вкусные печеньки и ждёт их, чтобы они пришли, она уже достала из гаража где-то коробки с украшениями, и ждёт, чтобы они пришли с ёлкой, чтобы они все вместе украшали ёлочку, вот какая, оказывается, рождественская традиция есть у этой семьи, вот, технически, если говорить, я ещё ничего не разобрала, я закончила эту работу в пятницу, в субботу-воскресенье я не вышивала, потому что мы были заняты, то есть даже дома у нас не было, поэтому ничего не разобрано, и, кстати, я решила, что я, наверное, буду свои эти неточки Dimensions сделать порядок в них, потому что, ну, так как я вышиваю Dimensions, уже серьёзно нужно их собирать, есть несколько дизайнов, два или три, немного, которых я бы вышила подбором, ну, потому что схема, они вышли через производство, конечно, вот столько не так осталось и здесь, да, вы скажете, что мало, но их есть ещё и здесь, вот, в таком беспорядке, поэтому я и говорю, в конце, вы знаете, мне уже было так, я быстро-быстро вышивала, даже не, как бы, ничего, никакого порядка не здесь, делала, так что буду всё это перемотать на бобинки, на бобинки их мотаю, я знаю, что от разных дизайнов они могут быть разного цвета, но всё равно они пригодятся, потому что вот в этом домике, круглый дизайн, которого я вышла, в остатки очень пригодились, даже очень, вот, как я буду оформлять, меня спросили в комментариях, как я буду оформлять, я про это думала-подумала, и, скорее всего, что это не будет рамка, скорее всего, потому что всё-таки это зимний рождественский дизайн, и я подумаю, что это другое. Есть в, как бы, увидела я одно оформление, правда, на какой-то обложке, какого-то набора, которого у меня нету, ну, то есть фотография, да, то есть я должна посмотреть, если всё это будет сходиться, если это всё будет сходиться, обязательно, как бы, куплю всё, что нужно для оформления, я обязательно покажу, но, как бы, оформленным он рискует быть только в начале зимы, я думаю, потому что сейчас оформлять его не буду, нет, не буду, нет, всё, он слишком меня достал, то есть вышила, как бы до конца всё, скажу спасибо, как это говорится, вот, так что, вот такой очень, или как это, очень долгий долгострой, то есть я его не вышивала, он просто лежал, чтобы вы поняли правильно, что не так, что я вот взяла его, вышила, немножко оставила, взяла немножко, вышила, оставила, нет, я, как бы, начала, вышила немножко, вот здесь, в этом углу, попробовала в каком-то другом году опять вышивать, вышивала здесь немножко и все и все забросила его по моему мне кажется все таки это было 2018 год когда я начала эту работу и в 2019 следующий год я немножко попробовал потому что с тех пор как я веду канал я его не вышивала слова совсем но пришло его время как уже сказала и он вот уже вышит надеюсь вам он понравился и да и фрузики да не сказала что здесь есть только белых 88 фрузиков и уже черный как бы рот и глаза снеговика и уже на той елочке они должны быть были быть желтыми но я сделала их бисером получается фрузиков остальных я всех крутила то есть я решила что пусть это будет со снегом то что здесь есть я уже сказал вот есть по четыре полукреста белых в три нити это хлопья как бы снежные хлопья такие большие я так понимаю я не как бы не красиво посмотрелись если бы не было вот этого этих фрузиков которые означают снежок вот так что вышито готово и очень рада а 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 и после окончания рождественской традиции деменшинской работы моя главная мой главный процесс станет это гусени от нора корбит она абсолютно небольшая то что я толком ею заниматься не смогла поэтому она станет как уже сказала моим главным процессом она была на пяльцах на моих больших на ножках я наверное по 5 ставлю буду ставить ее на в рамке на станке от лук с потому что заметила что вышиваю быстро на то и на том станке то что мне удалось вышивать это кстати в процентах это 25 процентов очень так интересно но да как то так вот вот уже организация такая нравится кстати этот органайзер от волшебной страны посмотрю если он не подойдет еще в одну или две работы и можно куплю еще как уже сказала а здесь ничего нового ничего интересного все по ключу то есть ткань по ключу нитки демси по ключу крейник бисер мелхилл и трежерс и все так что эту работу я не знаю если будут какие-то продвижения или будет уже готовая работа работа посмотрим как получится снимать какие-то включения то есть и если говорить о новых стартов да будут и новые старты конечно я не буду вышивать надеюсь что не буду вышивать только гусыню но если буду вышивать закончу быстро если говорить про новых стартах да вы не поверите но в рождественско зимняя новогодняя тема меня еще не дает покоя или можно сказать что отшив в рождественской традиции от и дименшин задал мне импульс что ли вышивать свои хвосты а потому что потому что я уже сказала же что буду вышивать какого-то носка от джасман дело в том что вот эти вот в одном и том же стиле вот эти цветочные носки я трех вышивала не осталось вышивать вот еще эти три и я уже два года и никак не вышиваю ни одного то есть я сказала по одному в год ну вот по одному в год не получается поэтому и несмотря на то что рождество уже прошло я все-таки одного из него начну и надеюсь закончу потому что они должны двигаться если не вышивать то есть они не вышиваются осталось не вышивать и вот такой бургунди букей рози сэнт николас и юля тает айви вот этот это уже как бы да у меня есть еще тот который с ангелочком есть тот который с мишка тэдди виктор да но про тех двух я еще не решила вот эти шесть они все как бы из одного одной серии потому что у них вот здесь как бы да здесь это не она и та же у всех но у всех есть вот у всех есть кисточка у некоторых кисточка видите она из кренника у некоторых она красная как бы из катоновых ниток вот здесь она зеленая тоже из катоновых ниток то есть она разная но стиль у всех этих сапожков он один и тот же то есть они их шесть так вот три я вышла вот этих трех я не вышла решила выбирать вот этого просто выбирать вот этого хотя мне кажется что их можно выживать и летом этот плющ более или менее дает так что это крисмас а вот эти которые с цветами мне кажется можно вышивать их лето потому что это не какой-то санта и ты вышиваешь в июле санту мне так кажется по крайней мере вот бургунди букей что здесь где-то должен быть этот эмберишмент пэк да он есть вот он бисерочек трех цветов здесь есть ниточки вот я приготовила материал им уже до начала видео я пригодила приготовила материалы и и заметила что у меня кое-чего нету здесь кроме ниточек демси который вот здесь этот зеленый потому что вот она почти заканчивается какой-то из них для вот этого эти две матка вот такие в других в другом процессе я не хотела туда и взять были новые митки я взяла вот эти ниточки перле их нужно четыре но нужны вот смотрите и крю нужен номер восемь номер двенадцать вот у меня если уже и начинаю использовать это фишка уйдет внутрь этого не избежать и крю и то есть два цвета этих перле нужно просто нужно размер разный это у нас 644 видите и это получается восьмерка это у нас двенадцатый номер вот из этого я использовала наверное во всех сапожках если так мало осталось что я не помню в других дизайнах если я использовала ниточку перле а эта ниточка перле она нужна во всех если не ошибаюсь вот именно вот этот 644 он во всех нужен если я не ошибаюсь вот и нужны три клейники здесь здесь нужен сто первый вот сто второй сори сто второй нужен у меня оказался еще один я не знаю он новый или иначе значит ну есть еще если этого не будет достаточно потом вот такой золотой нужен это у нас 002 но 002 обычный потому что у меня хайластера есть много 002 обычного не так много вот этого я нашла и нужен еще креник 202 хайластер вот четверка вот этого у меня нету поэтому я или буду заменять на rainbow gallery если найду что-то 002 приближенной да и в своих своего rainbow gallery если нет я должна я должна купить 002 этого хайластера насколько я 002 увидела его нужно только в этой 002 в этой кисточке это получается золото который потемнее 002 то есть если взять 002 креник потемнее или rainbow gallery потемнее 002 может быть пошло бы 002 короче я посмотрю 002 и закажу потому что с 1 до даже 002 до 23 сичи 002 мне все приходит сейчас 002 довольно быстро я бы сказала 002 поэтому 002 что-то сделаю 002 точно вы увидите 002 потому что я думаю что до этой кисточке 002 я могу вышивать 002 как бы все вот это я могу 002 вышивать вот перле могу 002 вышивать вот это 002 то есть 002 есть есть 002 есть что вышивать то есть до 002 до этого креника 002 вот как то так 002 и конечно будут и маленькие 002 дизайн 002 то есть не буду я решила что 002 пора вышивать что-то 002 маленькое разбавлять большое 002 что я выживаю 002 так как сердечный день 14 февраля 002 приближается и мне нравится 002 вышивать что-то к этому празднику 002 то есть уже последние два года 002 я вышивала джеснан 002 работа для джеснан и в этом году 002 я вспомнила что у меня есть 002 то есть я знала что такие работы у меня 002 если их достала и решила что я не 002 думаю что всех я вышлю но хотя бы кое-что 002 из вот вот этих 4 4 я бы хотела 002 повышевать что я достала я достала 002 вот такой милл хилл это из этой серии 002 сердечек 002 I love есть love этот этот вообще 002 называется love любовь да есть потом love 002 кофе love gardening love стичинг love 002 хэллоуин есть love ноутс так вот из этих 6 002 потому что их 6 я не купила только love 002 люблю ноты ну потому что меня ничего не 002 связывает вот с остальными у меня кое-что 002 есть да мне нравится вот эта серия я подумала 002 что можно вышивать и и потихоньку взяла 002 вот первую love любовь и вышла бы к этому 002 празднику как орнамент просто как орнамент 002 висюлька то есть я хочу вышивать со всеми 002 материалами которые есть внутри ничего не 002 менять здесь есть ниточек немного светлая такая 002 бежевая кремовая перфорированная бумага на 002 которые как бы собираюсь собственно вышивать 002 есть вот такой шармик ключик бисер тоже немного 002 бисера и вот этот иголочкой все и еще у шепардс 002 я нашла аж три дизайна с сердцами есть вот такой 002 тритбэг этот будет вышиваться быстрее легче чем роллы я один 002 вышивала просто заметила что они быстрее вышиваются 002 вот здесь такая розовая ткань висюльки для ленточек 002 немножко бисера и это ленточка органза и все и еще два 002 ролла сердечных ролла есть вот такой folk hard roll вот 002 такой rolls сердцами тоже розовая ткань лен ниточки 002 ленточка простая пуговки то есть шармиков здесь нету 002 нету здесь будут пуговки и вот этот и еще вот такая 002 antique hard roll такая мне кажется она старше вот это то 002 что здесь смотрите как старинный этот эти кружевая 002 здесь есть шармик сердечко то такая же да такая же ленточка 002 получается и ниточки обычно здесь ниточки dmc иногда бывает 002 xd works один или два так что было для обычно здесь mc то есть катоновые ниточки и еще один наборчик которому я думаю 002 что пришло время это вот такой для книг всегда забываю слово букмарк 002 для сына буду вышивать потому что он начал читать так больше и больше 002 и мы начали ходить в библиотеку но дело в том что он не любит читать то 002 то есть в этом он совсем не в свою мать как говорится 002 потому что я очень много читала в своем детстве в своем 002 студенчестве очень много ну что вы поняли что я закончила английскую 002 литературу и у меня есть мастерат в английскую литературу 002 да я читала очень-очень много классики да им но он делает это потому что 002 должен потому что в школе ему говорят что должен потому что я ему говорю что 002 должен потому что люди должны читать они должны короче и подумая что и вот 002 вышел ему этот вот закладка выше ему закладка может быть немножко так 002 смотивирую чтобы он с больше любого читал вот она у меня давно куплена 100 лет 002 назад как обычно я говорю мне кажется я купила два или три я не помню знаю точно 002 что одну я вышла и продала в подарок читающему человеку одно продала мне 002 кажется потому что подумала что все таки будет много и вот эту я хочу 002 вышивать если я не ошибаюсь вот эту я решила оставить с собой вот так что 002 вот ее здесь внутри есть все для того чтобы как бы вышивать оформляет насколько я помню 002 потому что я и эти это будет открытки от лука с вышивала в подарок тоже два или три 002 в свою жизнь поэтому знаю вот как то так вот такие у меня ближайшие планы в вышивке 002 может быть не такие ах и ох но вышиваю и то что должна была вышивать вышиваю и 002 хочу шкив из то что было в своих своего своих запасах скажем так надеюсь вам понравилось 002 и увидимся в моих следующих видео до тех пор пока пока 002 003